Кстати, ежедневно на протяжении всего функционирования международной выставки будут проходить национальные дни стран-участниц Экспо. За 90 дней не только своих достижений в зеленой энергетике расскажут больше ста государств. Подробнее мероприятие пройдет и в павильоне Финляндии. Представители этой страны раскрыли нашему каналу некоторые детали того, что именно привезут летом Астану. Суровый климат и отсутствие углеводородов. В Финляндии исторически не было другого выбора, кроме как развивать альтернативные источники энергии. Сейчас страна безусловный лидер в сфере зеленых технологий. Здесь уже начали использовать бытовой мусор в качестве топлива и даже готовятся закупать отходы у соседей. До 2030 года в Финляндии планируют полностью отказаться от угля и на 50% сократить потребление нефтепродуктов. А число электромобилей увеличить в 6 раз. И это будут не просто авто на солнечных батареях. Мы думаем, что в будущем аккумуляторы электромобилей будут служить сами источником энергии и подавать ее в сеть. Но больше я вам не скажу. Секрет фирмы. Секрет, возможно, раскроют на выставке Экспо. Финляндия готова поделиться с Казахстаном передовыми технологиями и даже устроить революцию звука. Система направляет тестовый сигнал, определяет, какие препятствия есть в помещении и как звуковой волне их обогнуть. Это очень быстро приведет к повышению качества звучания телевизора и мобильных телефонов. И это, можно сказать, революция звука. Я уверен, что наши компании, которые будут представлены на Экспо, они могут, начиная со Станы, уже идти дальше в Азию со своими идеями и предложениями. Но основной акцент мы делаем на Казахстане. То, что мы предлагаем, это в первую очередь предназначено для вашей страны. Сотрудничество Казахстан и Финляндия, надо сказать, взаимовыгодно. И у него обширный спектр. Энергетика, сельское хозяйство, развитие железнодорожного транспорта, теплоснабжение и переработка бытового мусора. Но прежде всего, развитие транспортной логистики. Примерно нам всего за 8 дней удалось доставить целлюлозу до Китая. Для Финляндии экспорт в КНР очень важен. За эту зиму экспорт из Финляндии в Китай вырос на 50%. Это подчеркивает значимость транспортного коридора, который предоставляет Казахстан. А с 18 июня Казахстан и Финляндию соединит еще и прямое воздушное сообщение. Билеты на первый прямой рейс Хельсинки-Астана уже раскуплены. Мы запустим еще и маршрут в Алматы. Эти города очень перспективны в плане перевозок между Европой и Азией. О возможностях Казахстана рассказывают и внештатные послы Экспо. Так называют себя представители казахской диаспоры Финляндии. Одна из них Эльмира Лильеквист. Гражданка Казахстана в Финляндии работает заместителем депутата местного самоуправления и старается знакомить финнов с культурой нашей страны. История культуры Казахстана очень сильно интересует финское население. И мы всеми силами всегда стараемся привнести и познакомить финское население с историей Казахстана. Сейчас говорим, что у нас теперь безвизовый режим на две недели. Многих это радует и многие уже готовы, конечно, приехать. Да и сами финны учат казахский язык. В Финляндии живет легенда, что один раз в сто лет хозяин Лапландии Оулие Пукке, Дед Мороз по-нашему, исполняет желание не только в новогоднюю ночь. В национальный день Финляндии 20 июня в разгар, будем надеяться, жаркого астанинского лета, на выставке появится настоящий Дед Мороз. И тогда у каждого участника Экспо появится возможность рассказать ему самое заветное желание. Асхат Ниазов, Гульфариза Рамазанова и Даурен Журхабаев. Финляндия. Итоги дня.